Ну подумаешь, что-то болит, пройдет само. Так утешают себя многие из нас. А ведь потом оказывается, что сигналы-то были, сигналы достаточно яркие, что болезнь можно было ухватить на ранней стадии, пройти лечение и выздороветь. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, врач-онколог, заведующий отделением онкогинекологии «Сокот» Владимир Щукин. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Телефон для связи. К нам в студию можно позвонить, если у вас есть вопросы. И мы сегодня с врачом-онкологом, конечно же, говорим об онкологии, но мы решили сузить тему и говорим сегодня о женской онкологии. Знаете, я, наверное, я начну с самого главного вопроса, потому что даже многие мои знакомые, весь интернет этим наводнём просто опровергают все доводы врачей по поводу того, что есть причины возникновения рака. Говорят, да человек всю жизнь курил, пил алкоголь, не занимался спортом, прожил сто лет, а вот этот вёл здоровый образ жизни и в каком-то раннем возрасте покинул этот мир. Так всё-таки онкология – это болезнь из ниоткуда? Наверное, в первом случае, когда всю жизнь пил и курил, прожил 150 лет, наверное, просто его не обследовали, и он никуда не обращался. Это, наверное, одна и основная причина. У каждого заболевания, особенно по нашему профилю, есть свои причины. И у каждой локализации есть свои факторы риска, которые способствуют образованию. Не обязательно, что 100% при наличии этих факторов рисков разовётся онкологическое заболевание. Возможно, появление предрака, каких-то фоновых заболеваний, как ступень перед развитием рака. И как раз нужно знать, какие причины, вернее, какие симптомы и какие факторы риска при каждом заболевании. Допустим, если мы возьмём… Можно, во-первых, начать с того, что для всех онкологических заболеваний есть общепринятые факторы риска, но и, наверное, для многих других заболеваний. Это неправильный образ жизни, гиподинамия, неправильное питание, курение, чрезмерное употребление алкоголя. То есть, если мы будем разбирать каждую локализацию по отдельности, есть определённый фактор риска. Допустим, если мы посмотрим на наших пациентов с диагнозом рака эндометрия, то в первую очередь это пациенты будут, конечно же, по большей части возрастные, с ожирением, зачастую это вторая-третья степень ожирения, средняя масса тела 130-150 кг, даже до 170 доходит. Да, и развитие предрака и рака эндометрия связано напрямую с избыточной массой тела. Жир приводит к излишней эстергении, что в свою очередь оказывает вредное влияние на эндометрий и, как следствие, приводит ко всем этим заболеваниям. А так как в последнее время, по данным ВОЗ, такой основной бич во всём мире – это ожирение, то, следовательно, из этого мы понимаем, что будет очень трудно справиться с этим заболеванием. Во всяком случае, пациентки с ожирением находятся чётко в группе риска. А вы на первое место поставили этот фактор? Ну, потому что, наверное, как для хирурга это такая наболевшая проблема, потому что нам приходится этих пациентов оперировать. И вот как раз основная масса, наверное, процентов 80, может быть, даже 90 – это пациенты с ожирением. Плюс у них есть масса сопутствующей патологии, сахарный диабет практически у всех, гипертоническая болезнь. То есть это пациенты довольно-таки тяжёлые. Допустим, если взять пациентов с опухолями шейки матки, да, предрак, рак, то в настоящее время это молодые пациенты. За последнее время рак, конечно же, омолодел. И основная доля заболевших раком шейки матки – это женщины репродуктивного возраста от 30 до 40 лет. И в последние 20 лет увеличение количества пациентов в возрасте до 29 лет. Это, конечно, очень печально. И нужно понимать, что это не обязательно рак шейки матки, но это и предраковые заболевания, дисплазии, которые тоже требуют хирургического вмешательства. У этих пациентов есть свои тоже факторы риска, раннее начало половой жизни. Но можно, скажем так, выделить это в отдельную группу. Отсутствие, наверное, сексуального воспитания полноценного, да, потому что у нас долгое время эта тема не касалась. Такое в каком-то степени, может быть, табу было наложено на эту тему, но это одна из причин. А как следствие увеличение распространения заражения вирусом пополам человека, что является причиной возникновения дисплазии и как следствие уже развития рака. И все время не лечится. Вот мы с вами от ожирения перешли сразу к факторам риска для боли молодых пациенток. Ну, просто мы коснулись другой темы. Да, а все-таки вот ожирение – фактор риска, но это не обязательно будет являться причиной возникновения рака. Любой фактор риска не будет являться обязательно причиной, так же, как и вирус пополам человека. Но при наличии этого фактора риска возрастает, допустим, при ожирении третьей степени, в три раза возрастает риск развития рака эндометрия. Скажите, Владимир Юрьевич, а вот у вас есть какие-то соображения по поводу того, почему все-таки очень многие не верят в то, что, например, курение, алкоголь – это действительно факторы риска? Почему? Я думаю, что просто недостаточно этой информации. Это первое, да? Наверное, все-таки надо начинать данную работу с более раннего возраста. Наверное, все-таки эту работу надо проводить, начинать со школ. Потому что то же самое, если мы касаемся сексуального воспитания. Наверное, нужно начинать воспитывать девочек до начала половой жизни, что приведет ко многим положительным. Ну да, ну и все-таки, наверное, это задача родителей в первую очередь, да, не школа. Но родителям-то не всегда смогут донести правильно, да, потому что все-таки родители донесутся в тема сложная. Все-таки этим должны заниматься определенные специалисты. Должны на уровне подразделения на местах, какая-то информация на сайтах. Да, но и тоже не каждый человек все-таки должен это делать. У нас есть звонок, послушаем. Алло, алло, здравствуйте. 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 Да. Скажите, пожалуйста, вот у меня в семье очень много родственников умерло от рака, разного рака. Рак желудка, рак костей, рак пищи, ну, разные были. Я хотела бы узнать, я нахожусь в группе риска, и если нахожусь, то какой анализ мне нужно периодически создавать, чтобы понять, что я здорова. Спасибо вам за этот вопрос. Я как раз о наследственности тоже хотела спросить доктора. Спасибо за вопрос. Я думаю, что мы коснемся наследственности в онкогинекологии. Допустим, при раке эндометрии это 5% наследственных раков. Да, там есть синдром Линча. Есть специальные анализы. Вы должны в первую очередь обратиться к специалисту, должен быть собран правильно анамнез полностью, какие родственницы, какая степень родства, да, там, по материнской линии, какие локализации. И уже от этого будет выбран тот маршрут обследования, который, ну, скажем так, свойственен для вашего анамнеза наследственного. Также есть наследственные раки, это рак молочной железы и, соответственно, рак яичников. Есть определенные анализы, которые выявляют мутации в генах, и на основании которых можно понять, что риск по той или иной локализации будет выше, чем у остальных пациентов. Но это нужно обратиться к врачу. Но это опять-таки не является обязательным условием, правильным? Не является стопроцентным доказательством того, что рак появится. Не все раки, они являются наследственными. Я думаю, что мы ближе к окончанию программы еще раз с вами проговорим по поводу того, как все-таки следить за тем, чтобы не пропустить заболевание, что необходимо делать. Если вы опоздали к началу программы, напоминаю, что сегодня у нас в студии Владимир Щукин, врач-онколог, заведующий отделением онкогинекологии Самарского онкологического диспансера. Пациентки вашего отделения – это женщины только с раком шейки матки? Что, вот какие заболевания еще непосредственно вы лечите? Нет, у нас абсолютно все локализации, касающиеся органов репродуктивной системы. Это рак тела матки, рак шейки матки, рак яичников, рак наружных половых органов. Также, помимо рака, мы занимаемся обследованием лечения пациентов с предраком. Довольно-таки большое количество пациентов. И эта категория пациентов должна обязательно обследоваться, лечиться в онкологическом диспансере, потому что зачастую при лечении после хирургического вмешательства по заключению гистологического исследования, нам приходится ставить диагноз рака. И там уже совершенно другой маршрут пациента в качестве дальнейших лечений. А вы уже несколько раз произнесли слово предрак. Давайте поясним значение этого термина. Предрак – это те заболевания, которые рано или поздно придут в рак. Неизбежно? В принципе, неизбежно, да. То есть та ступень, предшествующая, а следующая ступень – это уже злокачественная опухоль. Это определенная категория, потому что на фоне предрака, то есть на первом этапе пациент обследует, ставит диагноз предрака, допустим, при раке шейки матки. Это тяжелая дисплазия, может быть, атипическая гиперплазия перед раком эндометрия. Но иногда диагностические методы не всегда дают стопроцентную картину, подтверждение, кистологическая верификация. Пациент оперируется, и уже при обследовании послеоперационного материала мы находим участки малиганизации, то есть перехода предрака в рак. Соответственно, меняется диагноз, меняется тактика лечения этого пациента. К сожалению, когда эти пациенты оперируются вне стенах нашего учреждения, не всегда у нас есть адекватная картина, ответы по операционному материалу. И иногда где-то неправильно приготовили послеоперационный материал, где-то не так посмотрели. Получается, пациент теряется и не получает того лечения, которое должен получить на втором этапе уже после операции. А вот какой все-таки этот путь, который проходит женщина от момента диагностики заболевания до момента попадания в ваше отделение? Ведь понятно же, что не может вся область сразу пойти обследоваться в онкодиспансер. Слава Богу, нет. Во-первых, все этапы маршрутизации, обследования, перечни анализов и тех методов диагностики, которые предшествуют госпитализации, все прописано в приказах. Это 116 приказ Минздрава России по оказанию онкологической помощи взрослому населению. У нас есть еще плюс приказ 295 Минздрава Самарской области по усовершенствованию оказания онкологической помощи. И там указаны все этапы маршрутизации. И какие они? То есть на первом этапе пациент, если он обращается с жалобами или на профилактическом осмотре, соответственно, смотрит гинеколог. Куда-то к участковому своему доктору. Либо это профосмотр, диспансеризация, где выявляется какая-то патология, и опять же направляется к участковому гинекологу. Далее проводится обязательно минимум обследования в женской консультации. Это ультразвуковое обследование малого таза брюшной полости, рентген грудной клетки. При подтверждении какой-либо патологии, это может быть патология эндометрия, либо патология яичников, если эти изменения подозрительны на злокачественность. Уже потом они направляются на консультацию в онкодиспансер. Иногда перед направлением, такие локализации, как рак эндометрия, или наружная локализация, это рак ульвы, рак шейки, матки, до направления на консультацию в нашу поликлинику, проводится гистологическое подтверждение, то есть проводит диагностическое воскабливание или биопсию опухоли. И дальше уже пациент со всем комплексом обследования направляется на прием к нашему онкогинекологу. Дальше уже после осмотра и выполнения определенных подтверждающих методов исследования, при необходимости выполняется магнитно-резонансная томография с компьютерной томографией, если нужно уточнить локализацию распространенности опухолевого процесса. Плюс ко всему немаловажно обследование соматической патологии, потому что, как я уже говорил, большинство пациентов с ожирением, с гипертонической болезнью, здесь есть сречесосудистая какая-то патология, причем во многих случаях ранее пациенты не обращались, не лечились, препараты принимают самостоятельно, без коррекции терапевтам. Нам приходится, так как лечение все-таки в плановом порядке проходит, проводить дообследование именно соматическую патологию с целью снизить осложнения, которые могут возникнуть в процессе лечения. Плюс мы еще и определяем показания и противопоказания, риски любого специализированного лечения в нашем диспансере. То ли это операция, лучевая терапия или химиотерапия, то есть всегда есть показания и противопоказания. К сожалению, нам приходится в некоторых единичных случаях отказывать либо в операции, либо вообще в специализированном лечении, потому что сопутствующая патология, особенно в возрасте пациентки, которая приходит к нам, иногда не дает нам провести то лечение, которое показано пациентке с той или иной патологией онкологической. Вообще чудовищная история, конечно. Давайте мы с вами уже много рассказали. Давайте сейчас покажем, как на самом деле происходит все в вашем отделении. Может быть не все, но наш корреспондент съездила к вам, и сейчас покажем зрителям сюжет. Пациентка областного онкодиспансера Любовь Морозова с улыбкой встречает медсестера журналистов. После операции прошло 5 дней, и по словам врачей, все страшное уже позади. Узнав о своем диагнозе, женщина долго не могла поверить в роковое стечение обстоятельств. В поликлинике по месту жительства ей дали направление в онкоцентр, где после квалифицированного обследования врачи диагностировали миому матки. Я была у доктора в феврале, и была абсолютно здорова, а потом в марте обнаружила у себя шишку. Ну а дальше все это стремительно выросло. Естественно, это только полостная операция могла что-то изменить. От 4 до 6 операций в день и до 1400 в год. Это только в одном из отделений, рассказывает заведующий отделением онкогинекологии Владимир Щукин. Сегодня он провел очередную операцию по удалению матки с сохранением яичников пациентки, у которой на МРТ была выявлена патология репродуктивного органа. Ограничились стандартным объемом при данном заболевании, тем более пациентка уже рожала, она выполнила свою репродуктивную функцию, согласно была на удаление матки. Теперь мы будем ждать планового ответа гистологии. Дальнейшую тактику будем предпринимать по результатам гистологического заключения. Более 170 единиц нового оборудования экспертного класса было поставлено в Самарский областной онкодиспансер с 2019 года в рамках нацпроекта здравоохранения. Это позволило хирургам проводить уникальные операции с минимальными рисками для здоровья пациентов. В отделении онкогинекологии сейчас практикуются оперативные вмешательства, которые позволяют не снижать качество жизни и сохранить репродуктивное здоровье молодых женщин. Встречаются случаи и в молодом возрасте, в большей степени это генетические изменения, в большей степени это наследственный фактор у молодых женщин. Если мы говорим об онкогинекологии, здесь немаловажную роль играет и вирус папилломы человека, то есть инфекционный процесс. Поэтому, когда мы говорим о возможности вакцинации, необходимо также это использовать. Врачи утверждают, любое онкологическое заболевание легче предотвратить, чем лечить, и напоминают о необходимости прохождения профилактических и диспансерных осмотров. Своевременная консультация специалиста поможет не только диагностировать заболевание, но и спасти жизнь. Вот в сюжете прозвучало, и вы, в принципе, говорили о том, что очень большая часть женщин, которые лечатся у вас, это женщины репродуктивного возраста. И вот в отличие от пациентки, которую сейчас мы видели, у нее все-таки уже есть ребенок, наверное, так бывает не у всех, да? Скажите, пожалуйста, вообще, каковы возможности современной медицины, и могут ли женщины, прошедшие лечение в вашем отделении, стать мамами в будущем? В первую очередь, все зависит от желания пациентки, потому что мы руководствуемся клиническими рекомендациями и не отступаем от них. Там четко прописаны условия, при которых можно выполнить органосохранное лечение. При каждой локализации прописаны стадии, при которых можно выполнить тот или иной объем операции, да? Да, допустим, при раке эндометрии у молодых пациенток возможно проведение гормонотерапии. В гормонотерапии с сохранением органа и в дальнейшем при восстановлении менструальной функции, да, пациентка может забеременеть и родить. При раке шейки матки возможно выполнение органосохранных операций. Есть операция, которая позволяет также сохранить матку. Это большая операция, называется антрахилоктомия, при которой удаляется шейка, при необходимости выполняется лимфодисекция. И получается, что формируется анастомоз между маткой и влагалищем. Соответственно, органы на месте, и пациентку тоже также можно забеременеть и родить. К сожалению, не так много этих пациенток, потому что, ну, слава богу, наверное, что их не так много. И зачастую мы не настаиваем никогда на органосохранном лечении, да, потому что это должно быть осознанное желание пациентки сохранить дитородную функцию, потому что оставляя орган риска рецидива, он все равно выше, чем при радикальной операции. И тут нужно, главное, найти баланс между лечением и желанием пациентки. Мы обо всех этих условиях и обо всех возможных результатах лечения, как при органосохранных операциях, так же, как и при радикальном лечении, все это обговариваем, говорим, какие возможны результаты лечения, какие риски в том случае, если мы выполним органосохранное лечение. Здесь пациентка дает свой ответ. Но возможно выполнение этих операций и в каком-то консервативном лечении, а также, возможно, в дальнейшем беременность и родоразрешение. Но пациенты должны непрерывно будут потом находиться на динамическом диспансерном наблюдении у онколога. Владимир Юрьевич, вот вы когда называли в начале программы факторы риска, да, вы не сказали об этом, но мы с вами перед эфиром даже немножко поспорили. Если я вас правильно поняла, вы считаете, что львиная доля проблем, что женщины приходят к вам на очень уже поздних стадиях? Ну, я не скажу, что это такая львиная доля проблем, и не скажу, что они все приходят на более каких-то поздних стадиях, но то, что... Это проблема? Это проблема, на самом деле, для нас, и в первую очередь проблема для женщины, да, потому что чем раньше мы приступим к лечению, тем, соответственно, больше шансов на продолжительный безрецидивный период при наших заболеваниях. Это первое. Второе, к сожалению, такое заболевание, как рак ящика, долгое время протекает бессимптомно, потому что опухоль никоим образом не беспокоит пациентку. Они начинают уже беспокоить, когда идут какие-то осложнения со стороны других органов систем, или же, допустим, уже процесс соответствует там третьей стадии рака, да, накапливается, увеличивается живот в объеме, накапливается асцит. Здесь, соответственно, идет выбор между возможным лечением, которое ей предстоит, что мы можем ей предложить операцию или там химиотерапию, соответственно, при этих стадиях, к сожалению, сроки вот этого безрецидивного периода, они не такие длинные. Владимир Юрьевич, сейчас у Вас очень сложная задача за оставшуюся до окончания программы минуту все-таки еще раз рассказать, что можно сделать самим, не буду говорить, пациентам, да, то есть как не пропустить, что такое спасение утопать, что надо делать, это сложно, это долго, это напряженно, как следить за... Как Вы уже говорили, это все-таки осознанный выбор любого, ну, в данном случае женщины, да, следить за своим здоровьем. И легче предупредить заболевание, чем потом его лечить. Поэтому профилактические осмотры ежегодные, это обязательно. Там не так много нужно. Это осмотр гинеколога, рентген грудной клетки, УЗИ органов малого таза и УЗИ молочных желез. В принципе, этого достаточно. Ну, плюс еще осмотр гинеколога, скажем так, в зеркалах, кольпоскопия и мазки на онкоцитологию с шейки матки. Это минимум, который должны обязательно женщины делать ежегодно, вне зависимости, сохранен менструальный или уже в менопаузе. Я думаю, хотя бы выполняя этот минимум, можно добиться многих успехов. Отлично, Вы справились. А теперь мы прощаемся с нашими зрителями. Увидимся с Вами ровно через неделю. Благодарю нашего гостя. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова